Люди говорят, о, опять Яндекс.Такси там попало в аварию, попало там куда-то. Из-за чего? Потому что переработка идёт. Торопишься, чтобы сделать быстрее заказ, взять новый. Водители Яндекс.Такси в Балакове недовольны условиями труда. Для того, чтобы выполнить новую норму в 45 поездок за смену, установленную им службой диспетчеризации, людям приходится работать по 14-16 часов. На забастовку водителей сегодня вышли более 50 человек. В вечерний час пика это заметили многие балаковцы. Люди работают, люди не зарабатывают. Я не могу запчастей купить. Новую машину подразбил, раскатал машины, ничего не заработал. У всех здесь семьи, все кушать хотят. А три пассажира садятся, и над ним или надо мной, над вами смеются. Вот, говорят, с дебилом едем. Дешевле, чем в автобусе. Сами водители говорят, неважно, по дешёвому или дорогому тарифу они едут. Зарабатывает от этого только служба диспетчеризации. 45 заказов, да, понимаете? То есть утром ты 2-3 заказа сделал, и вечером 2-3. Пусть по 5 заказов, но по увеличенной цене. По сути, за увеличенную цену я еду себе в убыток, потому что Яндекс мне меньше доплатит, понимаете? То есть теряем мы и люди. Имеется всех. Люди ещё думают, ну, начинают на нас конфликтовать, что вы его дерёте в три цены. В Яндексе нет такой политики. Мы даже не видим цену, пока не начнём поездку, чтобы люди понимали. С Нового года изменились и расценки поездок. Но водителям от этого не легче, потому что они всё чаще стали уходить в минус. Даже с начальной суммы поездки 12% они отдают агрегатору. Стоимость посадки 49 рублей, плюс 5 рублей за километр езды по городу. 1 километр бесплатный, по-моему, да, с посадкой идёт? Да, да, да. 49 посадка, 1 километр бесплатно, и потом 5 рублей километр. А до этого было 49 рублей посадка и 8 рублей километр. Это ещё куда не шло. Но сейчас на 3 рубля за километр упала цена. А бензин подорожал за 2 месяца уже там на рубль, наверное, да, по-моему? Рубль точно. Рубль подорожал. Машины подорожали, во-первых, в цене. Запчасти подорожали. На что нам это всё чинить? Скоро опять все сядут на автобусы, будут на автобусах ездить. Я не знаю, на чём. Машины ремонтировать не на что. Автомобили, которые по требованиям Яндекс.Такси должны быть новые, не старше 5 лет, за день наматывают по городу около 300 километров. Конечно, запчасти изнашиваются очень быстро. И ремонт опять за счёт водителей, которые и так оплачивают много чего. Аренда автомобиля – 1000 рублей в сутки. 1000 рублей. 1000 рублей нужно заправиться. Это 2000. Машину нужно мыть, за ней нужно ухаживать. Там, я не знаю, в день кто-то моется за 100 рублей, сам кто-то ездит, там моет салон, всё пылесосится. Это стоит 300 рублей. Покупка смены – от 250 до 300, 2600-2700 в день. А весь заработок за все заказы – 4400. И это всё за 12-16 часов. Заезд во двор тоже стал оплачиваться как километраж. Но при этом вспомните, какие у нас дворы. Где-то ямы, где-то припарковаться невозможно, где-то приходится круги наматывать. Бензина тратится больше, чем на дороге. Но попробуй только отказаться от поездки. У нас есть до 61 балла. То есть, отменив всего лишь заказов 5-7, допустим, у меня уже падает активность. А если у меня активность меньше 61, мне уже бонусы не идут за эти заказы. Я бесплатно езжу. Да, я езжу, просто уже эти мои баллы куда-то деваются. Было часто, все, наверное, многих не приходили даже баллы. Было и такое. И просто поддержка у нас отвратительная у Яндекса. Они водителям никак не помогают в этом случае, не отвечают. Даже бывает зачастую просто-напросто. Обедаем, мы покупаем смену на 12 часов и обедаем за свой счет. То есть, счетчик тикает, когда я кушаю. Понимаете? Нету паузы там. Я просто ем, как солдаты позавидуют. На какой скорости я кушаю. Еще одна проблема, которая встает в копеечку водителям – маленькие пассажиры. Еще одна из самых главных проблем нашего города – это перевозка детей. Да, да, да. Вы понимаете, что нас принуждают к тому, чтобы мы с собой возили. Детское кресло, которое мы должны купить, оно немало стоит. Это раз. Оно занимает место. Но обратная вещь стоит так, что при фотоконтроле я должен показать пустой багажник, мне его куда девать. Она не стоит практически ничего, да, поездка с детьми. Говорят, можешь отказаться. Я отказываюсь, у меня падает, естественно, активность, меньше заказов. Люди приходится, да, ты везешь. Я везу на свой страх и риск, останавливает меня сотрудник, понимаете. И не все из них, извините, как я скажу, проявляют человечность и отпускают. Я вот пару раз попадал в такую ситуацию, что, ну, 3000, я вам хочу сказать, из бюджета семейного – это неприятно. До руководства компании водители достучаться не могут, им отвечает автоответчик, а представители в наш городок не приезжают. Вот и пытаются люди через СМИ доказать, но не может поездка на такси быть дешевле, чем на автобусах. Слишком дорого обходится выполнение всех требований руководства Яндекс.Такси. Многого водители не просят. Нужно немного изменить расценки и вернуть норму хотя бы в 40 заказов. И чтобы привлечь внимание к проблеме, они будут и дальше устраивать часы простоя.